Николай юноша активный, член молодежной палаты, спортсмен и шахматист. Еще вчерашний школьник, сегодня он ученик престижного колледжа при Российском экономическом университете имени Плеханова. Впереди большое будущее, уверен Николай. В школе, в которой он учился, выпускной бал организовывать не стали, но через знакомых юношу нашли сотрудники благотворительной организации. У нас сегодня, значит, проходит выпускной от организации «Мамина помощь». Заранее хочу сказать благодарность этим организаторам, которые все это сделали, как говорится, на бескорыстной основе, которые пожертвовали, в первую очередь, своим временем, а у временем, наверное, своих знакомых, которые помогали им это организовывать. Также хочу сказать спасибо нашей администрации, которая в этом тоже, насколько я знаю, лично содействовала. Праздник начался на Лазутинке. Наряды, макияж, прическа. После всех приготовлений ребята дружно пошли фотографироваться на фоне летнего ландшафта парка. Далее – чаепитие и застольные разговоры о будущем. Поздравить выпускников приехали депутаты-единоросы, общественники и другие почетные гости. Дети в этой стране самые лучшие, самые красивые, самые прекрасные, самые веселые. Ура! Ура! Для каждого молодого человека прощание со школьными годами – важный жизненный этап. Детство позади, впереди настоящая взрослая жизнь. В адрес выпускников в этот день звучат самые искренние и теплые слова. Хочется пожелать, что в этот день им добра, успехов, стойкости духа, терпения, умения. Все прокладывается в дальнейший путь, только трудом, работой над собой и сохранением самых лучших человеческих чувств. Преданности Родине, патриотизма и всего самого доброго. Добрый им путь! Праздник проходит уже в четвертый раз. Можно уверенно сказать, что год от года проект активно развивается. С каждым годом все грандиознее и грандиознее этот праздник. Это я правда говорю. Но и сложнее. Много задач появляется. Если в те годы у нас обходилось таким количеством человек 5, 15, в этом году 35 человек мы одели. Каждый год проект «Мамин выпускной» поддерживает администрация и общественная палата Одинцовского округа, салоны красоты и дизайнеры, а также просто неравнодушные люди, которым нравится помогать и делать жизнь детей счастливее. Полина Толмачева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует...